Изменения в социальной сфере должны отказывать выкликам часа. Такую думку во время диалога на консменения в Конституции выказали запрошенные эксперты. Среди их представителей адукации, культуры, туризма и не только. Первое вопрос, которое вынесли на обмеркование – захование и популяризация материальной и нематериальной культурной спадщины Брайской области в контексте развития туристической привабности региона. Нам не хватает какого-то драйвера, я считаю. Одним из этих драйверов – это, наверное, стать экспертное сообщество именно туристической сферы, которые будут знать, как, с учетом динамично развивающегося рынка, даст возможность использовать какие-то новые технологии, новые подходы в рамках маркетинга, но при этом не забывая о самом главном – духовно состоявляющей историко-культурного наследия. Резмова отрималась зацекавленной, по некоторых вопросах развернулася дискуссия. Было важно уличить наступство и внесение изменений в основный закон страны из разных пунктов гляджения. Так, особенный интерес выкликала тема дистанционной формы научения, что в уголе сегодня уявляет так называемая дистанция, которые будут готовы к ее семье. Пытание наденое. Если говорить о развитии сферы образования, конечно же, это будут поправки в действующий кодекс Республики Беларусь об образовании. Планируется, в частности, введение законодательной нормы, которая будет касаться организации дистанционного обучения учащихся. А также, кроме этого, планируется усилить ответственность законных представителей за воспитание учащихся. Плавная дискуссия перетекла до пытаний взаимодействия, установки эдукации и семьи в выховании детей, а также обеспеки подрастающего поколения у информационной просторы. Пытания, которые хвалюют сегодня громадскость. Если мы хотим, чтобы сегодня это направление государственной политики строилось, прежде всего, исходя из потребностей человека, нам нужно услышать запросы этого человека и понимать механизмы, которые должны быть включены для того, чтобы сблизить вот эти два понятия. Что я хочу или что мы хотим и как этого достичь. Достаточно много в этом направлении, наверное, нужно поработать для того, чтобы услышать. А услышать можно только в рамках диалога. Форма диалоговых плясовок позволяет выучить меркование специалистов. Но свои преподавания по изменениям уголовный документ страны могут уносить все, ожидающие. Берестейцы свои меркования на конконституционные реформы могут дослать на электронную почту утрособакабрест.by Анастасия Цекунди, Гранна Капян, телерадио Компания Брест.